Друзья, здравствуйте. Началась запись фильма. Мы с вами находимся в саду Железа Валерия Кристиныча и его учеников. Учеников полностью прошедших стопроцентное обучение на всей стране ровно двое. Это и теория, и практика. Значит, смотрите, о чем пойдет речь. Вот это мой сын Железов Сергей Валерич. Так, это ранневесенняя прививка, которая гарантирует вызревание до осени в Сибири. Отсутствие полного вызревания в северных регионах. Это массовая гибель болезней и массовая гибель деревьев. Что привело меня к этой мысли создать фактически меморандум. Фактически. Вот. Очень важная тема. Итак, последний случай. Даже меня вывел из себя Сергей Железов. Мой сын. Сам два саженца абрикоса. Рядом деревни в несколько метров Сизая. Он берет и, договорившись, привозит два саженца и садит их нашим знакомым. Эти два саженца. Потом к ним заявляется, а уже обрезанные по железу. То есть пересадка требует обязательной обрезки. В верхней части фроны. Верхней. Вот. Потом появляются, они рассказывают, эти дамы, они появляются. Их очень грамотные и даже с образованием их родственник берет секатор и собираются уже обрезанные сажены срезать дальше. Они отказываются. Сказали, вот понимаете, Железова сын Сергея запретил нам подходить так строго. Пожалуйста, не режьте. Пусть уже будет так. Тот шевеляет секатор, говорит, ноги моей не будет и ушел. Вот это противоречие между старым садоводством, когда обязательно надо искалечить деревья, и новым, когда режется не снизу, а дело искусственное. И вот нашла Касана Камень тогда я сказал себе. Сейчас я подведу к очень важным итогам наш разговор. Поехали. Значит, закончим очень серьезными выводами российского масштаба. Итак, коротко. Сергей Железов. Сергей Железов. Вот. Долго рассказывать, почему надо сохранить максимальные корни. А по современной науке, значит, центральный корень еще и вредит, оказывается, дереву. Зачем им незамерзающий раствор? Ну, в общем, не могу я все это цитировать очень долго, очень долго. А вот смотрите, видите, вторая дама рядом. Вот это моя вторая лучшая ученица. Савинича Реана Александровна, моя духовная дочь. И вот эта сладкая парочка должна бы в России все поменять. Каким образом, сейчас скажу. Извините за масштаб всей России. Вот этот юноша, фотографию лет 20. Вот так он начинал. Кстати, начинал в 14 лет. Так. Значит, больше ничем его уже не выделить, кроме того, что он достает сорта и не может остановиться. Вот такие дела. Вот такие дела. И его, к сожалению, его жизнь стала практикой. Только практикой. Хотя принес бы пользу с помощью учебы миллионам россиянам. Так. Посмотрели? Вот. А его уровень. Вот это вот посадки его рукой, сельцев, абрикосов, которые впоследствии прививаются. Результаты вы видели в тысячах. Я не привлечу. В тысячах видов. Вот. Ну, наверное, покажу еще фотографию. И вот так выглядит его питомник. Теперь вторая ученица. Елена Савинич. Появилась в моей жизни лет 10 назад. попросила. Сергей, ладно. Он сын, есть сын. Куда ему деваться? А здесь единственное, второй и последний случай. Первый – это Юлия Матвеева, Сомска. Когда… Второй случай, когда, значит, человек с красным дипломом… Я еще не получил красного диплома, еще раньше намного. Будучи студенткой, уговорил руководителя отправить на учебу к Железову. Вот. А не в стандартное научное учреждение, где должна пройти практика агронома. Вот результат. Вот это она. Видите, какая она нужная? Погадать, какая она нужная. Вот это тоже. Это к вопросу, что в моем саду ничего не убирается. Не гниющие листья, не гниющая трава, не гниющие фрукты. Все остается на месте. Вот. И благодаря… Ой, нет, нет, все, лекции читать не буду. Это уже столько деталей. Мне поседавтра 305-й вебинар уже. И все равно все рассказать не могу. Вот это настоящие ученые. Вот. Так, секунду. Тут какая-то СВМС-ка. А, сейчас. Ладно, это потом очередной вопрос, что я их получаю тысячи. В общем, вы поняли, с кем я имею дело. И тогда у меня родилась идея сделать следующее. Вот это вот. Есть мой… Еще не знаю, как назвать эту статью. И, вернее, этот ролик, этот фильм. Вот, посмотрим. Итак. Основа биологии нового северного садоводства Железова. Надеюсь, не уснете. Почему сейчас подведу вас к этому и к фотографиям многочисленного. По двое основу биологии только сиенцы, уссурийские груши, китайские сливы, маджурские абрикосы, штамповые вишни. В виде исключения корневой отводки ягодных яблонь в Сибирь. Ну, можно было бы добавить еще и слив китайских отводок корневой и вишен. То есть, это сиенцы. Ну и плюс еще отводки. Я с ними тоже работаю. Прямой. Лучшие сорта с плодами мировых стандартов без разбора. И все можно даже в Сибири приучить. Причем, это, поймете как. Вот. Допустим, я сейчас зайду сюда. Так, надо посмотреть, идет при запись. Так. Надеюсь, что идет. Мы сейчас зайдем вот сюда. Вот сюда. И окажемся на моем сайте. На сайте есть фотогалерия. Я не раз показывал, это моя гордость. Это лучший сад в России по качеству плодов. И одновременно по качеству плодов. И одновременно по мороностойкости. Такого аналогов нет. Есть только на Урале, в Латинковых. И еще есть приближенные. Но это уже мои ученики. Вот, пожалуйста, посмотрели на моего ученица Савельич. Вот. Знаете, плохому не научил. Вот. К сожалению, такие авторитетные садоводы у меня, это крайняя редкость. К большому сожалению. Вот. Дети пока еще такие. Это она собрала, это тысяча рублей она наработала. Вот. Это девочка. Но это далекое будущее. Пока у меня мало помощников. Так. Пожалуйста, называется. Вот так и мне это выглядит. И, наконец, Вот такие внуки, вот с этими персиками. Это я коротенько. Вот не туда нажал. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Еще Сергей Железова не показал. Ну, это естественно, что вот эта девочка, это уже внучка, это Сергея, дочка, которая тоже хочет стать садоводом. Видели, красота какая. Их уже ничем не удивишь. Вот. И еще Сергея покажу. А, в принципе, вот где у меня Сергей-то. Вот где у меня Сергей. Вот здесь его лучше видно, потому что здесь он за работой. Вот. Это время пандемии. Вот. Но работа продолжается. Вы поняли? Вот. Вот так это выглядит. Это прямо питомники, плодоношения не успел продать, и уже выражают. Но это особая тема. Так, поехали. Возвращаемся. И теперь уже не отклоняюсь. Итак, при войне, повторяю, вы видели, а что вы видели? Да ничего вы не видели. Вот смотрите. Смотрите. Это по годам. Ну, где вы такое увидите? Вы знаете, что около двухсот плодопитомников украли фотографии, вот эти фотографии. Почему? Практически большинство перешло на перекупка. Они теперь говорят, мы в сибирских питомниках покупаем, на самом деле покупают в южных странах, обрекая на горечь, на потери денег, на потери годов, бесконечные, миллионы садоводов. Вот это реальность. Вот эти вот фотографии украли две эти самые украинские плодопитомника. Вот. Ивано-Франковская область и Киевская область. Вот так вот. Даже там славятся. Ну, только что украли, это значит, что я у них купил эти вот саранцы. Железу у них купил. Даже там. А уж по России что говорить? Вот такие вот по нескольку десятков питомников вот это вот украли. Потому что своих нет. И вот теперь это горькая правда. Вот. Теперь я имею полное право после этого настаивать на своем. На чем? Итак, приводим лучшие сорта с плодами мировых стандартов. Пункт третий. Биологическое совмещение по Мичурину и Железу. А именно насыщение по Мичурину ментора и наслоение ментора по Железу. Расшифровка ниже. Вегетативная гоменизация в целом. Изменение качеств подвоев не только приводов, а подвоев и приводов на генетическом уровне. Подвоев меняется в лучшую сторону. Ой, как здорово. 4А. И с неизбежной в смешанном саду телегонии. Кому непонятная расшифровка в этом в Википедии. То есть по-простому папа блодин, мама бредетка, сын рыжий. Сосед тоже рыжий. Так, шутка. Влияние мороза и продолжительных зимних температур на генетику. Тире. Доминантных, перетасовка доминантных и рессессивных генов. Пункт шестой. Даже без генетики новый термин железово. Селекционное клонирование. Это целевой отбор, даже без генетики, это можно и делается. Целевой отбор редких выживших почек, веток на практически мертвых деревьях. Затем тиражирование прививки. Вот. Пункт седьмой. Так как московские ученые не признают пункт шесть, то достаточно согласиться, что важнейший момент, да, не буду вникать, почему они против. Вот. Достаточно согласиться, что важнейший момент практики, кроме обеспечения биологической совместимости, это перекачка незабердающего раствора антифриза из нижних слоев почвы в кроны южных деревьев эмигрантов. Вот. Из практики новая сеянцевая вигративная гибрида могут рождаться только в смешанном саду. в скобках дикие, полукультурные, культурные сорта и виды. Исключение всех до единого общепринятых агроприемов. Всех! Тогда только рождается новое садоводство. Как то калечащие агроприемы для приближения плодоношения, перекопка и лихление почвы, на деле уничтожение всей подземной инструктуры червей, грибов, бактерий и так далее. Вот. Это все исключение улучшения в кавычках. А на самом деле уничтожение деревьев обрезкой. Дальше. Обильное поливы плюс благозарядковое осенью. тоже уничтожение запрещение. Я еще добавил слова прививки почкой. Вообще принятый прием, но они не своевременные, потому что плохо потом это. Вообще все. Оставляем прививку капулировкой, лучшей капулировкой. Пока без ранней весны. Пока без так сказать комментариев. рытье больших ям и задача любых видов удобрения посадочной ямы. Уничтожение садовых муравьев, как их ненавидят. Остаются только те муравьи, главные защитники сада. Остаются только те немногие агроприемы, что не калечат и не отравляют почву, крону, корни и штамп. Полностью исключаются трудозатратные и деньгозатратные агроприемы. Это множественное опрыскивание, уничтожение травы и листвы, бессмысленные пересадки, выкопка ради уничтожения центральных корней и якобы еще окультуривание глупости несуществительные. Наиболее морозостройки сильной и здоровой саденцев получаются по железу при соблюдении закона соподчинения почек при прививках. Хотите коротко. Если подвое почка номер 2, нет, допустим, почка номер 5, то у привоя отсчитывается и присобачивается почка номер 6, за 5, подвое, 6, привоя. Ничего непонятно. Вегетативный период прививок и полное возревание в Сибири к зиме при коротком лете обеспечивается, если первый месяц проводится под полиэтиленовыми бутылками. Ну, чуть-чуть. Вот, Сергей Жерезов, я вам сейчас просто покажу эти бутылки. Вот, пожалуйста. Сюда смотрите, сюда смотрите. Подними, день идет за два, за три. Поняли, да? Идем дальше. Вот, сейчас начинается, у нас, знаете, что, у нас сейчас начнется, сейчас у нас, где мы были-то, господи, так, 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 сейчас, сейчас, сейчас у нас начнется предложение садовой дожелеза. Очень важно. На примере, кстати, Жерезов Сергей тоже был студентом у Лиджа, имеет диплом агронома. Значит, Савинич имеет диплом агронома, Юлия Матвеева имеет диплом агронома, Савинич уже кандидат наук, но сильно мало, да? Три фамилии на страну. Итак, нужно создание капитал садоводства как отдельной важнейшей дисциплины. В частности, отмена неэффективных учебно-производственных практик. Рассказ немногочисленных бывших студентов, которые работали у меня или просто общались со всей страны. Практика агрономическая, вот тебе тяпка, и вот от забора и до обеда, а потом от обеда и до следующего забора. Поняли, да? Итак, повторяю, нужно создание капитал садоводства как отдельной важнейшей дисциплины. Отмена неэффективных учебно-производственных практик, альтернатива создания научно-учебных садов, лабораторий при каждом учебном учреждении. Вот. В частности, выделение конкретных участков к каждому студенту посадку садов студентами с первого курса до последнего. Без этого никогда не получите специалиста. Ну, естественно, обучены по новой методике. Дальше. С первого курса до последнего. Дальше экзаменов надо было добавить вот здесь. Дальше экзаменов должно производиться в саду угощая комиссию. Вот. И прямо в саду фруктами. А иначе не признается все. Вот. Массовое одномоментное обучение. Одномоментное в смысле не растягивая на годы. Время уходит. Массовое одномоментное обучение основам нового садоводства средствами массовой информации федерального уровня. Представляете, первый канал, второй канал там НТВ. Все каналы вплоть до таких развлекателей как ТНТ и эти самые СТС. Вот. Плоть до того, что все должны иметь, выделять время для учебы. А учеба, ну, пожалуйста, 5500 моих фильмов. Дальше. Обладение навыками биолокации должны стать научной дисциплиной. Итак, навыки биолокации, научной дисциплиной для всех студентов или хотя бы студентов всех вузов. Причины внимания, так называемые ГПЗ, геопатогенные зоны, в народе гиблые места. Это, первое, массовая гибель плодовых деревьев, не имеющих возможности самим выбирать место для жизнеразначения. Люди слепые. Массовая авария и гибель людей на дорогах. Это попутно. Почему нет? Вот. Болезни и даже онкология при постоянном проживании в ГПЗ. Я такие случаи знаю и в моей жизни. Я старый белокатовщик. Вот это вот, вот это вот, до самой смерти буду ждать и надеяться, что это станет реальностью. Но, скорее всего, еще погибнут тысячи, а если взять всю планету, миллионы людей, потому что вся планета у нас какая, вся планета у нас слепая у людей всего пять органов чувств. Со сто органов нет. Вот, опасности неминуемые не избежать. Вы слепые. Все, я закончил этот разговор. Сказать благодарю за внимание. Еще раз фотогалерея. Я не болтун. Вот, видите? Ради вот это, чтобы у вас такие дети были. То есть, дети есть, но чтобы они жили в садах. ради этого. Вот. Вот для чего нужно новое садоводство. А это, кстати, научные сотрудники. Вот так вот, А это сорт, который не имеет права жить. Тройной гибрид. Вот такие вещи. А вот и Сергей. Я хотел еще показать пару фотографий. Ну что, будем заканчивать. Я все, что я хотел в данном случае я сказал, размазать дальше нельзя. Не все даже досюда дослушали. Вот. Все, что я говорю, это серьезные вещи. Или мы это делаем и ради чего сказать. Самое главное не сказал. Массовые болезни людей, многие из них связаны с миллионами тонн отравленных фруктов и овощей привезенных из-за границы. Вот. Если в Сибири вот это реально, то это должно быть в каждом саду. В каждом. А почему этого не происходит? Догадались с одного раза? Потому что этим никто всерьез не занимается. Вот. Кафедр специальных нет. Выходящие студенты из институтов не умеют выращивать сады, а если им дать деньги, заложить сад, хоть один-то агроном-то с дипломом агронома взял и вырастил сад. Вот он вышел, вот тебе деньги, вот тебе поле давай сади сад. Никогда. Вот эти вспоминаю Белоруссию и попытки поднять садоводство на новый уровень давали деньги, гранты простым людям. Они брали деньги, они закладывали сады, все мертво у наших братьев белорусов такое же отношение к садам звериное, я бы сказал, потому что когда я Железов отправил, значит, отправлял и нашему президенту, и белорусскому президенту, белорусские белорусы ответили так, замминистра ответил Железову. Значит, вы молодец, ваша книга, я им книгу подарю, Лукашенко, ваша книга до него не дошла, кстати, до этого, до, 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 до батьки, Лукашенко, замминистра, ответил, вы, значит, книга дачников, вот он же, за язык его хватает, а у нас регламент, то есть, перевожу его слова, калечили деревья, будем калечить, а я хочу, чтобы дачные сады победили промышленно, следующий мой будет фильм о промышленных садах, правда, это будет горький фильм, я там буду скорее отговаривать, чем уговаривать создать сады, я хочу предупредить, те, кто уже хапнул, не сотки, нет, гектары, десятки гектаров, вот сейчас, в следующий фильм будет этот разговор с ними, ну а послезавтра вебинар обычный, вот, и благодарю вас за внимание, за то, что мне, кто, благодарю те, кто меня дослушал, до свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok